Поселение Горское стало последним в цепочке эстафеты памяти. За полчаса до начала церемонии собралось много народу. Ветераны расположились в первом ряду. Основная идея проекта – напомнить о подвиге отцов и дедов, благодаря которому мы сегодня живем. Митинг начался с молебна. В горском поселении ветеранам уделяется особое внимание. Сейчас на территории поселения проживают пять участников Великой Отечественной. Адресная помощь и постоянное общение с героями той войны – вот главная особенность эстафеты «Салют Победе». Молодежь наша очень правильно понимает настоящую ситуацию, правильно понимает историю и правильно, думаю, будет и дальше нести истину настоящих победителей, которые завоевали свободу для нашей страны, для Европы и для всего мира. Воспитанники детского сада номер 37 выступили со всеми любимым и известным матросским танцем «Яблочко». Он исполняется под одноименную русскую песню. Организаторы постарались, чтобы в митинге приняли участие как можно больше детей. Их в поселении очень много. Ребята уже имеют свое особое отношение к Великой Победе. Это не только те мероприятия, которые торжественные проводятся накануне 9 мая. Это очень много мероприятий в течение года проходят по всем нашим поселениям и во всех наших общеобразовательных организациях. Все поселения, принимающие эстафету, проводили на своих площадках различные мероприятия. Среди них концерты, на которых исполнялись песни военных лет, кинопросмотры, встречи с участниками войны и многое другое. Ну вот и завершилась масштабная военно-патриотическая эстафета «Салют Победе». Ее неизменные символы. Трехлинейную винтовку Мосина, точную копию знамени, водруженного советскими воинами над Рейхстагом и армейскую каску теперь можно увидеть в Одинцовском историко-краеведческом музее. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.